Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по игре в роли. Трэээго! А мне семечек! А мне! Ребятки, всем здравствуйте! С вами Расхититель Помоечки. Сегодня у нас дискотека на помоечке. Мыльная вечеринка. Здесь кормилица вся в говне. Вот она замёрзла. Ну, это в принципе мне не помешает её расхитить. Прожимайте лайки за эту аквадискотеку и обязательно рассказывайте о ней своим друзьям. Потому что это топовый контент, которого вы заслужили. Матрасик какой-то. Наверное, с клопами он, раз его выставили. Какие-то он красные точечки. Курточка. Нифига себе. А, из магазина Кроп. Ну что, пойдёт зимняя на продажу возьму. Вот ещё куртка. Тоже пойдёт. Ребят, зимние вещи я беру всегда. Вот такая вот кофта. Мышка такая вот замёрзла здесь лежать. Сплинтер это. Декабрь уже вовсю начинает засыпать города снегом. А где-то дождём, перемешку с грязью. Во всей этой бело-коричневой каше так хочется не оказаться в роли пешехода или пассажира общественного транспорта. А в роли мехвода танка или пилота военного истребителя. Пускай в суровой реальности с таким удовольствием напряг, но можно осуществить желание War Thunder в военном онлайн экшене просто поразительных масштабов, где игроки сражаются на технике разных эпох. От начала второй мировой и до современности. Количество боевых машин War Thunder уже превышает более двух тысяч. Всю технику можно прокачивать и улучшать разными модулями. От дополнительной брони и дымовых шашек до современных тепловизоров и управляемых ракет. Здесь в эпичных сражениях одновременно участвуют разные типы техники. Пока танки атакуют точки с неба, их прикрывают самолёты и вертолёты. Все битвы проходят на локациях, расположенных в разных уголках мира. От песчаных африканских пустынь до родных берёзок и Аляски. Ну а великолепная графика и реалистичное звуковое сопровождение позволяет с головой погрузиться в боевые действия. Став не просто человеком по ту сторону экрана, а настоящим солдатом. В общем, хватит бездействовать, солдат. Качай War Thunder совершенно бесплатно по ссылке в описании. Забирай ценные подарки, пока не нашёлся более расторопный боец. Ох, алюминий. Чё копия? Чипсички? Корнерсы. Цельнозерновые чипсы. Ух ты, такое не пробовал никогда. Надо подложить попробовать это с алюминием. Что, блядь? Опа. Это чё, пледик, что ли? Такой пледик классный, с бубенчиками. Полотенца. Столько полотенец. И всеми не надо в гараж. А вот здесь имеются находки. От скуки во мне вырастут руки-базуки. Ох, ребятки. Тяжёлая коробка от камеры Sony A5100. Есть ещё здесь камеры? О, чуть-чуть это корма кошачьего. Ну да, он там есть на дне. Но меня вот это интересует. Тяжёленькая коробка. Ребят, если тут камера, то, конечно, её здесь нет. Кто камеру такую выкинет? А чё оно такое тяжёлое? Из-за вот этой мануальной шляпы, ребят. Здесь вообще очень много мануальной вот этой. Книжка толстая. Из-за этого коробка стала тяжёлая. Ой, это что-то за матрас такой. Он засох и задубел. Ещё мокрый он. О, нифига, какие макароны итальянские. Хусили, барилла, сатура, двинитки. Это для бомжей оставлю. Пусть почувствуют себя любителем истинных американцев. Это итальянских спагетти. Чуть-чуть нутеллы было. А мне не оставили нутеллки. Хотя бы пару ложечек мне. Колготочки. Колготочки я собираю. По 20 рублей. Четыре пары. 20 умножить на 4. Сколько будет, ребят? Я не понимаю. Так, подождите. 4 это 20, 40, 50, 60, 70, 80 рублей. 80 рублей, ребятки. Карман. О, сапожки. Мама дорогая. Так они зимние. Еще нормальные на вид. Секретный проход на кормилицу вот здесь. Оп. Зашел с тыла. Опа. Ребятки. Я вижу тут пакет с вещами. Мужские что ли? О, Зара Бэйсик. А нет. Женские штаны. Тоже женские. Одна фигня. Я мужское. Ну мне надо. Я женское не ношу. О. В коробке что-то есть. Ну, конечно. Я так и знал. Буцки. Грязные такие. Но зимние. В принципе. Может на продажу взять их. Но они целые. Да, можно взять. Сейчас такое зимнее покупают. О, ребятки. Электроника. О, кожаная типа куртка. Из магазина Зара. В этой помойке Зара. Там была Зара штаны. Курточку возьму на продажу. Что это? Ой, какой древний роутер. Он вообще ветеран. А это что? Блок питания. От этого роутера, наверное. Ну да. Ну, на рынок взять можно. И вот эту штуку. Роутер забираю. Опа. Это ж вынос хаты, ребят. Ох ты. Зубная паста. Лакистар. Она почти полная. О, это кольцо. Есть проба на нем? Колечко с камнем. Пробы не вижу. Но это бижутерия. Бижутерию я не беру. О, брелок какой-то. София. Нашел, позвони. Куда звонить? Я ничего не находил. Никуда звонить не буду. Ой, как срать охота. Опа. Ребятушечки. Что-то здесь есть. О, шорты. Адидас. А не, не Адидас. Мне Адидас надо. Остатки фонариков. О, игрушки поломанные для елки. Опа. Тут тоже. Да ну нахер. Такой же роутер. Ребят, я до этого в другом пакете такой же роутер нашел. Еще один. Охренеть. Уже два наушники. Ну, вот эти Samsung можно взять. У них, кстати, неплохой звук. Опа. Часы. Quartz. Это шляпа с Алиэкспресса. Бусы. Бусы целые. Вот такое колье на шее. Катоник какой-то мыльно-рыльное здесь. Лак для волос, походу. Ну да. Серебро есть здесь хотя бы? Вот это. О, 925-я проба. Вот это серебро. Серебряная цепочка с волосней. Серебро я беру. Вот эти щипчички у меня купят на рынке. Щипчички хорошие для ногтей. О, блок питания Apple. Оригинальный, кстати. О, вот это блок питания такой вот тоже. Шляпный, но пойдет. Ого, какое кольцо огромное. Не, пробы нету. Бижутерия. Ну, возьму, может купят. О, щипчички для бровей. Опа, брошь какая-то, кстати. Пробы нет, но возьму. Ох, ребятки, вазелин косметический. Подойдет, беру. О, кулончик какой-то. Тоже беру. Ммм, буреночка. И не одна. Тут их две. Опа. Это ж фасадные, это, штуки с фасада сняли. А это что такое? Это вейп, айсманго, лач айс. Это вейп, ребятки. Это одноразка такая. Охренеть, я их собираю. Такую первый раз в жизни вижу. Вот еще две одноразочки. Эно, ку, о. О, нормально беру. Опа. Ля, это что за скороходы такие? Ой, как кушать хотят. Хотят со мной разговаривать. О, штанишки женские, спортивные. Еще на продажу возьму. Купят, наверное, их. О, еще штаны. Абер комби фитш, Нью-Йорк. Ой, блин, были бы они не зарыганные, я бы их взял. А тут у нас чего? Опа. Пакет, смотрите, там блокнот какой-то вываливается прям. Буду залазить. Только вот видите, все снегу. Вообще неудобно. Ля, блокнот какой-то. Ух ты, ребята, он новый. Ребят, он тупо новый. Он вообще неисписанный. Новый абсолютно. Чехол от Самсунга. Может и телефон здесь будет. О, сим-карта Тинькофф Мобайл. Сказка новая. Беру. Кстати, это что, морской бой? Да, блин. И все рассыпалось, капец. О, капец здесь лапти ушатанные в хлам. Какая-то сумка. Опа. Ребят, охренеть. В этой сумке это нетбук. Нетбук Асус. Такой маленький он. Целый экранчик у него. Такой маленький. Прикольный. Здесь даже есть. Так, это блок питания. Вот от него. И HDMI кабель в комплекте. Охренеть. Не зря я залез в этот бак мусорный. Я не думал, что тут будет такая топ находка. Его можно продать тысячи за четыре, наверное. Модель ноутбука. Нетбука Асус PC-1011PX. А стоит он в интернете вот столечко. Я думаю, он рабочий. Обязательно в конце видео покажу, работает он или нет. Но это круто. Крутая находка. Он, правда, старенький. Но ничего страшного. Купят. Еще и блок питания в комплекте. Это прям вообще подарок. Блокнотик новый. Это в сюрприз бокс. Нетбук тоже в сюрприз бокс положу. Опа. Еще пакет. Что это тут такое? Целая пачка, походу, визиток. Что за визитки? Директор по развитию. Трикита. Пультик какой-то. Он даже работает. О, еще блокнот. Тоже новый, что ли? А не, вот этот уже исписанный. Опа. О! Нифига себе. Клеевой пистолет. Обалденная нужная находка. Что в мешке? Ребят, что это такое? Малина, что ли? Ребят, это реально засохшая малина. Охренеть. О, яблочки. Тут какой-то свитерок, который продать можно. Вот это я возьму. О, и шарф тоже возьму. Ковер, возможно, с клопами. Это я уже брать не буду. Что это такое? А, это от кровати такая полочка. Офигеть, кто-то тут пакет разорвал с находками. Все высыпал. Я думал, телефон, а это чехол от телефона. От Самсунга вроде бы. Это же эти сани такие современные. Но они треснутые. О, охренеть. Прям сверху лежала. Это фен расческа походу. Fast hair strange care. Не знаю. Думаю, рублей 500 за нее получить можно будет. Неплохо. Надеюсь, рабочая. Это апельсин вроде. Забыл, как называется. Блин, почему так часто вот эти кабаки выкидывают? Капец, он замерз. Ууу, Вася, что за аппарат? Так, 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 так. Опа. Сапожки. Ля, какие зимние. Застегиваются. На продажу взять можно. Какой телевизор? А что ты не можешь вырвать? О, вот это сказка. То, что надо. Это что за конкуренты? А ну, кыш отсюда вали. О, булочка. О, думал, булка, это шкуры. Капец, шкурки толстые, ребят. Охренеть, люди заелись так жестко срезать с картошки шкурку. Столько картошки здесь. Я вот когда жил дома, я варил своей собаке кашу из очисток от картошки. И она ела за милую душу. А тут это все выкидывают. Вон, тоже продукты переводят. Маринованные. Маринованные помидоры. И как сказать-то? Не могу слов это подобрать. Это ж для... Это БДСМ. А вот это, ну, игрушка для взрослых. Ой, походу, ой, еще. А, так это ж этот, стропон получается. Ребят, это сюда прикручивается. Думал, помидоры здесь, а в итоге нашел стропон. Презервативы. XXL размер, охренеть. И он здесь имеется, ребятки. Одна штучка. Помоечка дарит секс, ребятки. Кормилица. А ну, идите отсюда, блядь. О, это ж настольный хоккей там, или футбол. А, он поломанный, блин. Охренеть, ребят. Целый мешок был когда-то со счетчиками. Видите, это верхушки счетчиков. Офигеть, он даже работает. Но с них позбивали эти латуневые штуки, которые снизу. Кто-то, наверное, работает в переустановке вот этих счетчиков. И поснимали все латуневое на металл с них. Оставили только верхние пластиковые штуки. А это что? Техника. Медицинское устройство какое-то. О, так это же штука для того, чтобы измерять давление. Да, 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 ребят. Она вообще не дешевая. Блин, блока питания в комплекте нет. Но ничего, оно еще от батареек работает. О, оно заработало. Оно надувается. Пульс измеряет. А вот тут эта штука, наверное, пропускает воздух. Из-за этого выкинули. Но оно работает. Может, на рынке кто-то купит по дешевке. Но эта штучка дорогая. Диджитал Брюстом. Модель ЮА668. Я думаю, рублей за тысячу ее продать получится, если починить. Ого. Это же для профессиональных этих борцов. Смотрите, Кангу. Фишфор. Это вот для этих единоборств шортики. Твинс. Смотрите, два быка. А здесь тоже что-то написано. Забираю. О, кормилица-то. Видимо, везучая у меня. Шубка висит. Меня ждет. Шубка, ребят. Реально, шубка. Два XL размер. Нормальная шуба. Кто-то ее выкинул. Так видите, в чем прикол. Кто-то до меня ее нашел и повесил на бак. Типа не стал забирать. А я-то заберу по-любому. Да ни хера себе, шубы, они не дешевые. Может, она вообще натуральная. Кстати, похоже на то. ХЗ. О, пакет какой-то. А что там? Ни хера себе, ребят, жрака. До 14-го, 11-го, 21-го. Так оно просрочено. До 23-го, 11-го. Тут все, походу, просрочено. Пакет с едой просроченный. До 23-го, 11-го. Хрень, даже кусок мяса есть, походу, тоже тухлого. Ну, ладно, не знаю. Может, кто-то и заберет. За хуя. О, вайска. Безда это. Да, да, да. Но я сейчас сам залезу. Да, нормальная. Да я понял. Я же все подряд не беру. Кофта прикольная вот эта. Это вот тут, наверное, да? Лепту эту. Кто-то ночью, да? Разрыл. Хренеть, штаны супреми. Ребятки. Супреми штаны. XPE. Вау. Что модная? Модная. Хренеть, обувь хорошая. Ммм, ситная. Надо залазить. Надеюсь, здесь будет чем поживиться. Много пакетов. И неизвестно, что внутри. Возможно, где-то меня ждет успех. Я что-то классное найду. Вот чайничек. О, нифига себе, какая штучка. Это же для игрушек органайзер прикольный. А его еще можно вот так расстегнуть. И это уже будет не органайзер, а вот такая вот панель, на которой можно это играться. Но она вот здесь порванная. Брать вот это не буду. Дрань вот эту. Елочка. Поломанная подставка у нее. А так елочка могла быть нарядной. Но подставка сломалась. Ее выкинули из-за этого. Принголса. Остатки. Остатки они сладкие. Там чуть-чуть есть. Мне. На покушать попозже. Тыковка. Замерзшая тыковка. Хэллоуин-то прошел. Вот их и выкидывают. Вкусненький он. Вроде свежий. Холодный. Но вкусный. Шипсы. Принголс. Это лучшее, что придумали люди. Вот птичка моя крылышки раскрыла. А вторая ротик открыла. А че ты открыла-то? Твой рот. Пустой он у нее. А че это такое? На шоколад похоже. Шоколад что ли? В виде какого-то котяха. Ну похоже на шоколад, ребят. Шоколадная колбаса это вроде. Кусечки пиццы замерзли уже. Деревянные. Тут какие-то вещи что ли? Нихрена себе ботиночки. Ребятки, ботиночки. 43 размер. Ах, падла-то, а. Я, кстати, вот эти вот берцы купил. Они такие шляпные. У меня ноги уже немеют от холода. У меня ноги замерзли в этих берцах. Мне бы переобуться. Вот что-то такое надо мне. Супер теплое. InStreet бренд. Ботинок InStreet. Ну 43 же размер. У меня нога больше. Ну попробую их померить, кстати. Может подойдут мне. Вот еще какие-то занавесы. Шторы что ли? О, да, реально шторы, ребят. Шторы. Желтые шторы. О, шапочка. Ребятки, такая зэковская шапочка теплая. Всякие сандали, шлепанцы. Спортивные шлепки. Вот такие целые, кстати. 43 размер. А что, можно взять на продажу-то? Сейчас самый сезон в шлепках ходить. Шлепки по дому вот есть. Нормальные. У меня нет, кстати, дома шлепок домашних. Возьму. Вот еще домашние шлепанцы. Ну они подразорванные вот эти вот, да. О, какая-то сумочка для документов. Деньги есть в ней? Не забыли там денег? Не забыли. О, перчаточки. Это сразу в карман. Подштанники дедушкины. Еще одни тоже дедушкины. Они еще резанные. Кто-то порезал специально что ли? Не, это вынос после дедушки. Это дедушка носил. Вынос деда. Носки теплые. Я беру теплые носки, если они парные. Вот это пара. О, домино. Да все, тут ничего ценного. Вот пакет и вот шторы. Это я заберу. О, кошелек целый. Ну он так, относительно целый, кстати. Хренового качества. Ну, кошелек-то целый был. Я его сейчас просто случайно порвал. Рыбка-селедочка. Ого. Интересный тут пакет. Что-то есть в нем. Это что такое? Вылились USB адаптер. А, ну поломано. Блин, плохо. Это приемник Wi-Fi поломанный. Чехлы. USB-шки. Поломанные, наверное. Хотя вот это целое. Что это? Это микронаушники. Ребят, это какой-то микронаушник. Как-то он тут подключается, микронаушник. Помойка кормит. Ребитушечки. Это свитерок. О, неплохой. Смарт-концепт. Такой вот прикольный. Это на продажу. Ух ты. Это ж набор иголок. Новый, ребят. Это новые иглы для шитья. 55 рублей они стоили. И взяли, и выкинули. Чехол для айфона. Ой, щипчички. Ой, мне надо такие щипчички. Щипать волосы. О, прикольный. Кэт. Смотрите, какой кэт прилип. Вот. Лизунный. Он, это кэт-лизун. Лизун-кэт. Сюда кэта-лизуна. Ой, как прикольно. Мягенький он такой. Как мои яйца. О, еще щипчички. И мне надо еще одни. Зажигалочка, ребят. О, подподик одноразовый. Кувих. Эчкюди. Зажигалочка. Еще одноразки. Обалдеть. Зажигалка. Нюкс. Обалдеть. Да тут еще и косметика хорошая. Нюкс. Это дорогая фирма. Тени всякие. Нюкс. Смотрите, еще что-то там. Что это такое? Еще одноразки. Ого. Ребят, еще вынос хаты. Что это такое? А, это пауэрбанк. Ребят, два пауэрбанка. Они на липучках. Типа можно его прицепить чему-то. Во. Смотрите, держится. На липучках пауэрбанк. Обалдеть. Еще один. Три пауэрбанка. Четвертый. Обалдеть. Ой, я чувствую, тут много ништячков будет. Буду их в этот пакет складывать. Люблю мелкие ништяки брать. Одноразки вот это. Наушнички. О, что это? Мп3 плеер старый. В виде флешки. Забираю. Охренеть. Ребят, защитное стекло для айфона пятого. Ха, беру. Оно новое. Опа. Я вижу фонарик. Еще что-то. О, еще фонарик. А, это фонарик пауэрбанк. И вот такой фонарик брелок Адреналин Раш. Брелок не на, пауэрбанк возьму. Еще один такой фонарик пауэрбанк металлический. О, аирподсы, ребят, от Apple наушники. На вид целые. Точно оригинал, но они грязные. Возможно, рабочие беру. О, кстати, классная штука. Сюда можно что-то складывать, типа ручки там и так далее. Еще телефон вставлять, как подставка для телефона. Классная хрень. О, это катыши чистить. Как называется? Ну, тут уже есть, а катыш. Вот он. Это, ну, шерсть чистить. Катышки, катышки там, чищать. О, еще пауэрбанк. Карта подорожник. Ух ты, на ней же деньги могут быть. И вот еще один пауэрбанк. На моторикшене проехать. Поэтому пришлось мне достать свой старый и надежный лайбодрон. Опа! И сразу металл. О, ребятки, сразу металлолом. Металлический диск. Килограмм пять. Возможно, здесь будет чем поживиться. Дождь прошел. На улице гололед. О, нихера себе. Хлопушка доллары США. Ребята, вот они. Вот они доллары. Вот доллары. Обалдеть, сколько долларов. Ура! Доллары США, они вылетели. Косметичка. Лаки всякие, 10 копеек. О, что это? Клей для текстиля. Ух ты, беру. Запечатанный он. Что такое текстиль, я не знаю. Но клей надо взять. Блокнот. Денег нет в нем. Он вообще новый, что ли? Ну, почти новый. О, это ж для вязания нитки. Новые, запечатанные беру. Нитки для вязания. Медный кабель. Попыт и спиннер. Где попыт? Обалдеть. Вот это попыт. А я думал, как выглядит попыт. Вот это попыт. Или это симпл димпл. Не знаю, ребятки. Ого. Это с автомобиля выкинули. Это штука с дисками. Куда диски цепляются. Видите? Кто-то слушал тут. Гритис Хитц. Воскресенье. Бронепровода. Это искры. Дима, в них медь есть в бронепроводах? Нет. Но я так и подумал. Дим, надо диски те. МП3 слушать музыку. Вот и спиннер пожилой, поломанный. Ну, лайбодрон, ребят, вообще душевный. Обалденный. Отмыл, поставил зимнюю резину. И сделал вот такую топовую кочергу. Для поиска находок. О, Дима на дырчике подъехал. Курьером подрабатывает. Да шучу. Это для находок из помоечки складывать. У меня тоже похожая сумка, только из самоката. Обалденный, ребят, багажник получился. Вместительный очень. О, ля какая кофточка. Было плето, взял бы на продажу. Опа. Тут что-то есть вроде. 115 рублей. Это что, заправки какой-то? Сигареты? А, это с витрин сигареты. Это наклейки. Ягодные ноты. Тут я, наверное, сейчас такой стикер-бомбинг устрою. О, ребятки, это жгло. А не, это Айкос. Муляж. Муляж Айкоса, ребят, на магнитах. Вот это интересно. Муляж Айкоса на магнитах. Обалдеть. 170. О, всякие цифры можно наклеить. Это я тоже отложу. Это сейчас лесопеду я приклею. С магазина это выкинули. И вот, смотрите, он крепится. На магнитах он. О, вот такой тюнинг. Обалдеть. Как смотрится круто. Цепляй обратно. А сюда сделаю стикер-бомбинг. 170, 180, 2, 0, 0, 7, тут 8. Это полтинничек. Все налеплю. Вот такой крутой стикер-бомбинг. О, прикольно. О, кормилица сытная. Приятная. Люблю, когда кормилицы сытные. Это значит, что в них можно что-то найти, отыскать. Грейпфрукты замерзшие. А, это что? О, это от стиральной машинки блок управления. С кнопочками вот. О, пистолет. Водяной что ли? Заберу на продажу пистик. О, метка как. О, часы. Ну, а я их до рынка не довезу. Они сломаются. Но вид неплохой. Оставлю, может, кому надо. Какой-то рюкзак женский. Что у нас внутри? Капец, он царыганный, такой ржавый. Катафот. О, цепь какая-то. Ребятки. Какая-то цепь. Хонест. Труст. Бижутерия, да? Ну, конечно, бижутерия. Кто-то эту цепочку любил, с ней ходил. Вот еще катафот Нести написано. Это на велик я прицеплю. Небольшой вынос из хаты здесь. Антисептик. О, вот это его антисептик был. О, еще антисептик. Еще. Обалдеть, сколько тут его. Три бутылки. Зонтик. Не, он не раскладывается. Фигня. О, что-то тяжелое. Ха, нихера себе, а монитор. Обалдеть, ребят. Это прям в пластике. IPS какой-то. Ну, матрица битая, уже вижу. Современный монитор, но с битой матрицей. Возможно, рабочий. Но еще на вид, как новый. Дюйма на 24. Да, на 24 дюйма. Асус монитор. Ну, вот потеки вижу. Думаю, вы тоже видите. Матрица битая у него. Это только с него запчасти снять, продать. Подай. Это вот эти шугаринги бабы делают. Ой, девушки, в смысле женщины. Мужчины и женщины не делают, а женщины делают. О, это ж мыльный этот, пистолет. А вот к нему патрон. Сейчас будет мыльная дискотека. Но вылите хоть один-то пузырик. О, вот это тусовка обалденная. Ух ты, как классно. Дим, как тебе дискотека? Дискотека вверх. О, антенный кабель. О, кружка новая. Советская. Коробка-то иной к фоне какой-то. Мыльнорыльная, шаума, сила креатина, шампунь. Кстати, это дохлятина из этого пакета несет. Вот, тухлая куриная грудка. Ой, блин, падла, это шлампа для маникюра. Кстати, вот такая тяжелая. Ириск Профессионал. Шампунь, капоуз. О, куколка. Вот это, может, купят. Целая она. Спиннер. Но он поломанный. Ну вот я и дома, ребят. На улице очень холодно, капец. Замерзаю там, блин. Так, надо сейчас проверить нотебук с помойки. Кстати, помойка кормит. Это одна из самых топовых находок за последнее время. Вообще, нотебук, надеюсь, этот рабочий. Вот такая мышка в комплекте с нотебуком была. Фотэч. Беспроводным передатчиком вот этим. Там что-то дребезжит внутри. Также еще в сумке есть HDMI кабель. Ну, неплохой как бы бонус к нотебуку. Так, вставляю блок питания. О, он даже светится. Работает. Это хорошо. Так, вот сюда вставляем штекер. Буду надеяться, что ноутбук работать будет. Лампочка загорелась. Ребят, работает. Обалдеть. Чего выкинули-то? Ну, наверное, потому что он старый и залупный уже. Все, устарел. Обычная загрузка Windows. Enter. Гудит там, шелестит что-то. О, загрузка пошла. Теснок, что там установлено в него. Какие игры там, приложения. Ну, конечно, больше интересны фоточки там, видосики какие-нибудь. Но-то пока ноутбук включается, загружается. Я вам расскажу, что происходит вообще на помойках в моей жизни. Многие заметили, что на улице сейчас очень холодно. И самое обидное, то, что помимо холода, еще в помойках нихера находок нет. Очень тяжело мне их добывать. Типа вообще нихера не находится. И передвигаться тоже тяжело. Потому что на улице все в снегу и на лесопеде даже не поездить. А тем более уж на мопеде, скутере или на той этой рикше с движком, которую я делал. Короче, все очень печально. Из-за этого хочется переехать из Питера куда-нибудь на юг, где снега зимой вообще почти нет. Куда-нибудь в Сочи. Но это моя мечта, о которой я буду мечтать, походу, еще очень долго. Это моя несбыточная мечта. У меня еще проблемы со здоровьем. Вот у меня проблемы с жопой. Вот, я прям сейчас сижу и чешу ее. Короче, мне сейчас даже на велосипеде тяжело передвигаться по помойкам. Потому что я сажусь с жопой на седло, а у меня жопа болит. И мне тяжело, короче, ездить. Проблема в том, что она очень сильно чешется. И я ее расчесываю сильно. Ну, стараюсь как бы не расчесывать, но не могу. Даже во сне непроизвольно я ее чешу. Из-за этого появляются вавки на жопе. Там что-то трескается. Еще какая-то слизь выделяется очень скользкая. Я не знаю, что это такое. Планирую все идти к врачу. Но из-за того, что на помойках находок нет. Я стараюсь каждый день не хрыться, что-то искать. Но ничего не могу найти. Вот. Короче, надо идти в больницу. Буду держать вас в курсе дел. Надеюсь, что все хорошо. Я, кстати, думал, что это просто глисты. Ну, там, ну, логично, что я ем с помойки и будут глисты. Я съел одну таблетку глистогонного. Но ничего не помогло. И опять сижу, блин, жопу чешу. Короче, вот такие у меня проблемы. Это все из-за того, что помойка кормит. Наверное, надо прекращать из помойки есть. А еще у меня взрывной пердеж. Он как бы, ну, необычный, а именно реально взрывной. Бум, такой вот. Я у Алисы спросил, что это за симптомы. Ну, вот, когда взрывной пердеж выделяется смазкой жопы заднего прохода, зуд бесконечный. Она говорит, что это, ну, взрывной пердеж из-за жизни каких-то бактерий. То есть, когда они там живут, шевелятся, вырабатывается, видимо, газ и происходит взрывной пердеж. Короче, все очень грустно, ребят. И я постараюсь пойти в больницу в скором времени и все это узнать, что со мной, излечить. Надеюсь, получится. И надеюсь, что это ничего страшного не происходит. Вот, короче, не знаю, что со мной. Как зима начинается, так сразу болеть начинаю. Вот это вот то, что смазка выделяется, это просто, ну, жесть какая-то. Как будто, ну, у меня она вырабатывается. Завод Дюрекса у меня открылся, или я не знаю, что сказать. Короче, буду держать вас в курсе дела. В конце видео буду говорить, потому что, возможно, все печально и все это... Говорю вам, не лазите в помойках, не надо за мной повторять. Ни в коем случае. Очень опасно. Так, а вот этот ноутебук включился. Ребят, тут даже на рабочем столе есть какие-то игры. Ford of Imperius, AliExpress, Black Desert. Какая-то фотка, новая папка, кинорум-браузер, мегафон-модем. Ну, кто-то с модема сидел на этом ноутбучке маленьком. Вконтакте, AliExpress. Так, давайте зайдем в мой компьютер и посмотрим, ну, там, есть ли какие-то фотки бывшего владельца или видосики какие-то. Диск D, кстати, чистый какого-то хрена. Наверное, его почистили перед тем, как выкинуть. Вам отказано в доступе к этой папке. Охренеть, может, тут биткоины на нем, ребят. Вот какая-то фотка есть. Собака с розой. Не знаю, что это может означать. Вот еще какая-то папка. На, сейчас все папки я посмотрю. Стоп, это чего? Да ладно! Ребят, War Thunder! Тут установлен War Thunder! Кстати, ребятушки, не забывайте про бесплатное скачивание War Thunder по ссылочке в описании и про бонусы. Поддержите мой канал. Мне сейчас тяжело, ребят. А ну, он вообще запустится? Неужели на этом слабом маленьком нетбуке можно в War Thunder играть? Наверное, да. Не удается подключиться к интернету. А, тут интернет нужен. Ну, ладно. Астрал отчет. Что за астрал отчет? Какая-то папка астрал отчет. Ой, тут какие-то данные, банк получателя, печать какая-то. Не буду вам это показывать, ребят. Ну, короче, в ноутбуке ничего интересного. Но самое крутое, что он работает. Кнопочки, вот все, есть экран целый, закрывается. Интересно, он будет зарядку держать вообще? Так, сейчас выдерну зарядку. Понятно, батарея дохлая. Ну, наверное, из-за этого выкинули. Может, просто батарея стоит дороже, чем этот ноутебук маленький. В принципе, неплохо, что сказать. Хоть ноутебук нашел. Но здоровье лечить надо, ребятки. Помойка кормит все равно. И здесь кормит, и вот здесь. Спасибо, что посмотрели видос кормилицы. Вы заслужили этот контент. Залетайте на стриме. Все полезные ссылки найдете в описании. Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Ну, и залетайте на стримы ко мне, ребятки. Смотрите записи стримов на лайв-канале. И подписывайтесь на лайв-канал. Всем пока. Вау. Вау.